Всем привет! Мы снова в эфире и готовы поговорить с вами о самом важном, что произошло в Казахстане за последние дни. Появилась тревожная статистика. Люди продолжают покидать Казахстан. И дело даже не в масштабах эмиграции, а в том, кто именно уезжает. Это самые ценные сейчас профессии. Медики, педагоги, технические специалисты. Кто их сможет заменить? Неужели кризис в этих сферах в ближайшие годы неизбежен? А может он уже наступил? Обо всем этом сейчас поговорим. Поехали! Друзья, важный момент. Если вам интересно то, о чем мы говорим, обязательно ставьте комментарий после просмотра. Это поможет продвижению видео и вполне возможно, что его увидят те, кто принимает решение у нас в стране. А еще не забудьте проверить подписаны ли вы на канал. Заранее спасибо и теперь точно поехали! Для начала информация с сайта Рэнкинг Ки-Зет. Это официальные цифры, которые озвучили в Бюро национальной статистики. И они показывают, что тенденция к эмиграции ключевых профессий продолжается. За 9 месяцев прошлого года из страны уехали 11,4 тысячи специалистов. Это относительно невысокая цифра. В 2019 году она была выше на треть. Понятно, что все дело в пандемии и закрытой границах. И никто пока не может сказать, что будет происходить в ближайшие годы, когда выехать будет проще. Много ли казахстанцев уже сидят на чемоданах? А вот что тревожит. Из Казахстана уехали 3,3 тысячи человек с технической специальностью. 1,7 тысячи экономистов, тысячи педагогов и около 500 медиков. В топ специальности среди эмигрантов также входят юристы, архитекторы и аграрии. Тоже, согласитесь, очень нужные люди. Почему эта тенденция опасна? За этот же период в страну въехали менее 3,5 тысяч специалистов. То есть меньше трети от количества выбывших кадров. А это означает, что почти 8 тысяч специалистов страна потеряла безвозвратно. Почему люди уезжают из страны? Не будем брать в оборот тех, кто возвращается на историческую родину. Там причины понятны. Также очевидно, что достаточное количество людей уже несколько лет готовит для себя почву за рубежом. Видя для себя там лучшее будущее. Но есть и те, кто сомневается. Вроде бы и хочется уехать. Но может быть чуть-чуть потерпеть? Ведь власти постоянно говорят о том, что скоро мы заживем лучше, чем сейчас. И вот этим людям, видимо, требуется триггер. Всякий повод для того, чтобы решиться на выезд из страны. Мы уже упоминали пандемию. И вполне вероятно, что именно она стала для многих тем самым триггером. Очевидный пример – медработники. Помните, как трудно пришлось им прошлым летом? Кадров не хватало. Условия для работы тоже оставляли желать лучшего. Причем нечистые на руку чиновники умудрялись зарабатывать на этом деньги. В Маматы, например, сейчас расследуют дело о закупе некачественных средств индивидуальной защиты, которую выдавали медработникам на передовой. То есть коррупция повышала риски заражения коронавирусом медиков. Это подтверждает статистика. Весной прошлого года каждый пятый заболевший в Казахстане был медработником. Да, им назначили компенсации. 2 миллиона в случае заражения и 10 миллионов в случае смерти. Но, как мы помним, в октябре их отменили. По идее, остались регулярные надбавки к зарплате. Но уже несколько месяцев медики жалуются, что деньги до них не доходят. Они застревают на уровне главных врачей, которые устанавливают свои правила, начиная скрупулезно считать, сколько часов проработал каждый сотрудник и точно ли он находится в зоне риска. Например, недавно на выплаты, а точнее их отсутствие, пожаловали сотрудники скорой помощи семьи. Там один из водителей рассказал, что вместо обещанных 212 тысяч тенге он получил всего 14, а фельдшер, с которым он ездил на вызовы, рассчитывал на 425 тысяч, но дали ему только 90 тысяч. Злая ирония в том, что эти выплаты в правительстве изначально называли стимулирующими. А еще напомним, что когда выплаты отменяли, главный санврач назвал их расслабляющими и излишними. И сейчас, конечно, возникают вопросы, к чему врачи стимулируют надбавки, которые до них не доходят. Получается, к эмиграции страны. Про остальных бюджетников нам тоже есть что сказать. Как вы знаете, зарплаты им будут повышать поэтапно. Правительство обещает, что в 2023 году врачи будут получать в среднем порядка 560 тысяч тенге, а учителя около 500 тысяч. Правда, не все педагоги смогут рассчитывать на эту сумму. Тут все зависит от ученой степени, опыта и квалификации, а также наличия надбавок за дополнительные обязанности. И вроде бы суммы хорошие, действительно достойные зарплаты. Вот только останутся ли они такими в 2023 году? Где уверенность в том, что их не съест инфляция? Ведь, несмотря на то, что Казахстан переживает пандемию с относительно невысокими потерями, грядущий экономический кризис остается главной угрозой. Позволит ли он осуществить задуманное и обеспечить бюджетников хорошими зарплатами? Да и с другими специальностями, о которых мы говорили в начале выпуска, дела обстоят не лучше. Если говорить о сфере IT, то тут очевидно, что спрос на услуги в стране высокий. Тем более, что качество отечественных сервисов сильно страдает. Вспомнить хотя бы дистанционное образование. Образовательные порталы постоянно зависают от наплыва посетителей. Чем это все закончилось в прошлом году? Полным провалом. Для того, чтобы хоть как-то поддерживать учебный процесс, детям и их родителям пришлось переключиться на обычные мессенджеры. При этом многие хорошие технические специалисты мечтают реализовать себя за рубежом. Недавно была новость о том, что казахстанец Санжар Тайжан попал со своей командой в финал конкурса Илона Маска. Это означает, что сейчас у него есть отличные шансы поработать напрямую с миллиардером и показать свой потенциал. Почитайте комментарии под этими новостями. Большинство казахстанцев искренне радуются за своего соотечественника, но при этом никто не обвиняет его в отсутствии патриотизма, так как все понимают, что таких же возможностей парень не смог бы получить в Казахстане. Вот, к примеру, один из таких комментариев. Пока коррупцию у нас тут не сломают, он тут бесполезен, таланты так и уходят. Наверное, это максимально точно описывает ситуацию. К сожалению, если даже снова говорить о врачах, то прямо сейчас у них есть два пути, чтобы хорошо зарабатывать. Первый – работать в частной клинике, чтобы не зависеть от государства. Второй – коррупция. То есть брать деньги в конверте от пациентов, так называемую благодарность за хорошо выполненную операцию или липовую справку. Очевидно, что далеко не всех устраивают такие варианты. И они выбирают третье – уезжают в те страны, где для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, не нужно идти на сделки с совестью. Дождутся ли все эти специалисты тех времен, о которых постоянно говорят в правительстве? А самое главное – будет ли кому заменить этих людей в стране? Сложнее всего, как нам кажется, ситуация опять-таки с медиками. Несмотря на планы по повышению зарплаты, им нужно на что-то жить прямо сейчас. Все уже поняли, что надеяться на коронавирусные надбавки не стоит. Тем более, что вскоре больных будет меньше, и их на всех не хватит. А значит, выплаты сократятся, а скорее всего их попросту отменят, как только ситуация с вирусом стабилизируется. Рассчитывать на то, что к нам приедут врачи из-за рубежа, тоже не приходится. Хотя бы потому, что с точно такими же проблемами сталкиваются многие соседние страны. У них тоже складывается острый дефицит медработников. Получится ли у Казахстана воспитать новое, достойное поколение врачей? Вот тут давайте чуть подробнее. Ситуация с высшим образованием в стране уже кризисная. Это подтверждает даже профильный министр Асхата и Магомбетов. По его инициативе вузы сейчас тщательно проверяют, и некоторые из них уже лишены лицензии. Только в прошлом году из-за этого пришлось распределить по другим учебным заведениям 66 тысяч студентов. Вот цитата министра. Фактически студент на первом курсе приходит, отдает свои документы, после чего приходит на четвертый курс и забирает их. Кому это нужно? Что это дает? У нас много вузов, преимущественно частных, где выпускников в группах по 2-3 человека. Но это даже экономически нецелесообразно. Кто от этого страдает? От этого страдаете вы и я и все наше общество. Потому что оттуда у нас появляются слабые юристы. Может быть, потом судьи, прокуроры, госслужащие, учителя, врачи. Ну хорошо, что Аймагомбетов это понимает и признает проблему. Правда, сколько времени понадобится на подобную чистку и не усугубить ли она положение? Ведь закрываются в том числе и медицинские вузы. Одним из них на днях стал Казахстанский медицинский университет непрерывного образования. Правда, вокруг него возникло множество споров. Кто-то считает, что для лишения лицензии вуза не было веских оснований. Мы не беремся судить о качестве образования именно в этом вузе. Но констатируем факт. Мест, где можно было обучиться на медика, стало меньше. Вообще, тема с высшим образованием в Казахстане достойна отдельного выпуска. Возможно, мы когда-нибудь его сделаем. А пока же приведем еще одно мнение, которое объясняет главную проблему казахстанских вузов. Цитата пиар-специалиста и бизнесмена Нуркена Халайбергена. Иностранные компании или корпорации охотятся за специалистами с казахстанскими дипломами? Нет. В международном рейтинге знания английского языка населением наша страна входит хотя бы в первые 50 стран? Нет. Мы на 93-м месте. Обгоняем такие страны, как Руанда, Ирак, Иран. Стремятся ли иностранцы получить казахстанский диплом о высшем образовании? Нет. Соседние Китай и Индия отправляют учиться за рубеж более полтора миллиона студентов. Можем ли мы похвастать, что смогли забрать хотя бы 1% от этого рынка? Нет. Более того, больше 50 тысяч казахстанских абитуриентов стремится поступать за рубеж, несмотря на более высокие цены на обучение и дополнительные траты на проезд и проживание. Тут мы сделаем короткий вывод. Получается, что восполнять дефицит специалистов в стране некому. К нам они не едут, а своих мы обучить пока качественно не можем. Странно, что в правительстве никто до сих пор не бьет тревогу, хотя нынешняя пандемия в очередной раз подтвердила, что проблема очень острая. Но мы уверены, что в кулуарах тема обсуждается, потому что коллапс в сфере медицины или образования может быть страшнее экономического кризиса. А если так, то в конце мы оставим послание для чиновников, если вы вдруг смотрите этот выпуск, пожалуйста, начните говорить о проблеме открыто и расскажите всем, как вы намерены ее решать. А нам сказать больше нечего. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok